Микс Ньюз. Каждую среду в полдень на Радио Балком. Да, афиша у нас всегда начинается со среды. Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки. Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Заключено. Да, невозможно. Приглашенные в студию музыканты. Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии. Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом. То, что происходит за сценой, вот это закулись, то, что там происходит, боже мой, все это в программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой на Радио Балком. Ходите на концерты классической музыки. Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас. К сожалению, сейчас я не могу вас уже призывать ходить на концерт классической музыки. И более того, наша фраза о том, что бывают ли дни, когда нет ни одного концерта классической музыки, она реализовалась. И теперь у нас не то, что один день, у нас карантин на месяцы. И у нас, но тем не менее, концертная классическая музыка жива. И у нас в гостях прекрасный пианист Алексей Володин. Это один из самых талантливых представителей русской фортепианной школы. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Алексей сейчас живет в Мадриде. У него вынужденный простой. И мы этим воспользовались. Потому что, на самом деле, пригласить Алексея даже на встречу по скайпу, мне кажется, было бы невозможно. Учитывая его безумный концертный график. Когда смотришь за его профилем в Фейсбуке, то поражаешься, как у человека хватает сил и выдержки так путешествовать. Но путешествовать непросто, а именно с концертами. Алексей, делитесь своим опытом. Как у вас хватает сил столько самолета на бал попадать? Ну, вы знаете, как раз с концертами путешествовать может быть даже и легче в чем-то. Потому что путешествовать без концертов в таком количестве, мне просто было бы неинтересно, наверное, утомительно. И все быстро бы закончилось. А поскольку перемещаешься именно с целью заниматься искусством и делать то, что любишь, это я делаю всю жизнь, как раз это я не ощущаю как какую-то нагрузку или как работу. Наоборот, это большое счастье. А сейчас действительно такой период, который не только у меня, а сейчас у всех. Думаю, что всем людям пришлось сосредоточиться на себе, на музыке, на чем погрузиться немножко внутрь. Ну, давайте воспринимать это как нечто, какую-то, может быть, печальную необходимость, но все-таки необходимость. У вас была замечательная публикация, когда вы написали, что теперь все известные пианисты без исключения начнут играть лучше. Начнут. Начнут играть лучше. Вот вы видите, вообще, я почему написал про известных, с некоторой долей иронии, конечно же. Хотя в этом тоже есть, я думаю, правда. Потому что сейчас, в общем, такая жизнь концертная, что я вот заметил, вы знаете, люди разделились на тех, у кого слишком мало концертов и слишком много концертов. И то и другое плохо, я думаю, для игры, в частности для фортепианной игры. Невозможно по-настоящему сосредоточиться на том, что делаешь. Уж я молчу. Не говоря о том, чтобы развиваться, когда играешь постоянно на сцене, каждый день, это просто невозможно, это неправильно. Поэтому сейчас всем просто придется позаниматься, подумать о чем-то, почитать книги, пообщаться с любимыми людьми. Это для искусства не менее важно, чем постоянное какое-то, понимаете, перебирание клавиш и разучивание пассажей. Это тоже в жизни, наверное, не менее необходимо. То есть более даже. Теперь есть возможность учить и новые произведения. Тоже, конечно. Не только то, что заказано, а что это для души выучить, то, что самому хотелось. Это не менее важно. Поэтому я уверен, что все сейчас начнут после дрогать лучше. Просто придется. Алексей, какое максимальное количество в месяц у вас бывало концертов до карантина? Я как-то особенно не подсчитывал, но в месяц доходило до 10-12 концертов иногда, я думаю. Может быть, бывало иногда больше, иногда меньше. Но в целом как-то вот, в среднем как-то так выходило. Да. А сколько программ в этом месяце было? То есть интересно... Я играю две сольные программы, именно сольные. А концерты с оркестром, тут вообще ограничений никакого нет. То есть когда заказывают мне какой-то концерт в произведении с оркестром, я обычно не отказываюсь, поскольку репертуар именно концертный довольно большой. Для меня это составляет большого труда быстро вспомнить произведение с оркестром и вынести на сцену те, которые выучены уже, разумеется. Поэтому концертов с оркестром очень много. А именно сольных две, как обычно. То есть не больше, потому что больше это совсем уже сложно. Какие у вас сейчас были две сольные программы? Расскажите. Это одна была из произведений русской музыки полностью, со сказками Мэттнера, с третьей сонатой Прокофьева и первой сонатой Рахманиного во втором отделении. Это одна программа. Другая гайд Бетховена и произведение Шопена. А вот ваша дискография включает произведение Чайковского, там диск Чайковский и Островинский. И как раз Чайковский представлен пьесами в обработке Михаила Плетнева в аранжировке. Это «Спящая красавица» из балета и из балета «Щелкончик». А подскажите, почему именно эти произведения вы решили записать, а не оригинальные сочинения Чайковского? Знаете, это вообще было дело по молодости. Мне это заказали в Астралии. Им показалось, что это интересно. И, кстати, они, наверное, были правы в чем-то. Интересный такой коммерческий, с одной стороны, проект, русские балетные свиты. С другой стороны, музыка прекрасная, обработки замечательные. И как-то в молодости я подумал, что, может быть, это было интересно сделать. Сейчас бы я за это уже не взялся, а тогда как-то вот что-то такое сделал. Но это было давно. Сейчас мне как раз, может быть, время свое берет, я не знаю, и человек немножко меняется. Я действительно уже играл бы оригинальные произведения, а не обработки. У вас сейчас, ну, фактически так же, как у всех, но минимум месяц, можно сказать, отдыха. Не хотите ли воспользоваться и сделать новую запись, нового диска? Потому что, учитывая концерты, просто некогда. Ну, сейчас о записи говорить трудно. Все, так сказать, деятельность публичная в записи, это тоже отчасти. Она немножко приостановилась даже, вот так сказать, идти куда-то в студию. Но вообще вы правы, просто можно подумать действительно на новых программах и просто хорошо позаниматься. Ведь я думаю, это немножко смешно звучит, но когда человек много дает концертов, он по большому счету хорошо не занимается. А потом говоришь вот людям, отвечаешь на вопросы, говоришь, как вы сейчас, что вы будете делать, когда у вас нет концертов. Причем это касается не только карантина, а когда просто какого-нибудь периода, когда концертов поменьше. Я говорю, ну вот, наконец-то смогу отдохнуть и позаниматься. Они смеются. Я говорю, ну, так и есть на самом деле. Потому что когда из зала в зал, из самолета на самолет, тут уже никаких полноценных занятий речи идти не может. У вас был какой-то, вот сейчас фактически месяц отдыха, а вы могли до этого в своей жизни, после того, как вы выиграли престижные конкурсы и у вас началась такая бурная концертная жизнь. Бывало ли, что вы целый месяц могли отдыхать? Да, я всегда старался оставлять время для отдыха, для жизни, просто, чтобы жизнь не прошла слишком быстро. Поскольку, когда участвуешь в этом концертном марафоне, назовем его так, немножко бюрократически, то просто время очень сильно ускоряется. Ничего не успеваешь, ни почитать, ни дома побыть. Ну, просто невозможно. А сейчас, наоборот, я на самом деле, только не говорить об этом никому, я очень доволен, что так получилось, потому что, ну, видишь в жизни что-то другое, наконец. Да, но тем не менее, вам грех жаловаться, ну, не то, что вам грех жаловаться, а как раз почитать. Вы рассказывали, что в одном из интервью я прочитала, что вы как раз в самолете любите почитать или посмотреть партитуры, и меня заинтересовало, а почему именно, например, партитуры Малера, а не, например, какого-нибудь фортепианного концерта посмотреть симфоническую партитуру, а именно партитуры для симфонических оркестров смотрели. Почему именно такой интерес? Вы знаете, может быть, это может быть и партитуры фортепианного концерта тоже, кстати, или, например, камерной музыки. Это, значит, Малера, это я сказал, наверное, просто для примера тогда, я уже не помню, что я там написал. Но, ну, просто пример был такой для меня характерный, поскольку Малера, наверное, один из самых любимых композиторов, и я очень люблю просто смотреть глазами на симфонические партитуры, это наподобие вроде хобби, это то, чем я не занимаюсь, так сказать, в повседневной жизни. Сколько фортепианные концерты я играю, камерную музыку я тоже играю, а вот симфоническую могу только слушать, для меня это более какой-то такой чисто музыкальный интерес, в котором я не участвую именно физически. То есть это не менее, а даже более интересно для меня потом. Ну, тут еще все очень просто, я просто большой поклонник симфонической музыки именно, я очень ее люблю. Многие пианисты, когда становятся уже зрелыми музыкантами, как раз стремятся к симфонической музыке и хотят стать дирижерами, и многие становятся. Есть ли у вас такие мысли или, может быть, задатки такие? Были когда-то в молодости, совсем, может быть, с подростковым каком-то возрасте, поскольку, вот, видимо, тогда еще этот, я не осознал, что этот интерес к симфонической музыке, он останется для меня таким чистым, познавательным интересом. Мне казалось, что вот дирижерство тоже прекрасно, и это наверняка тоже прекрасно, но я думаю, что с возрастом, все-таки, если так немножко громко выражаться, человек больше приходит к самому себе, что ли, вот так вот, да? И я постепенно осознаю, что мой именно чистый интровертный характер, наверное, не располагает к тому, чтобы постоянно общаться с коллективом и учить людей, как нужно исполнять музыку, и давать им какие-то указания, и ходить на работу. Вот мне это немножко не близко, хотя, опять же, я безумно люблю музыку, но именно работу, связанную с исполнением ее я люблю не так сильно, поэтому дирижером я никогда не буду. А вот, кстати, говорите, не любите давать указания, а когда играете как солист, можете позволить дирижера дать указания, попросить сыграть там, флейте немного иначе, гобои немного иначе? Ну, знаете, не просто, это вообще необходимо на самом деле, это просто, так сказать, процесс работы над произведением совместный. Если ты слышишь, что что-то, допустим, в оркестре звучит не то, что должно быть, это в деликатном образе вполне можно и нужно обсудить для того, чтобы произведение улучшилось. Для этого репетиции нам нужны, в общем-то, а не только для того, чтобы все было вместе. Вообще, играть вместе, это, я думаю, вы согласитесь со мной, это то, что тоже, как бы, само собой разумеющееся, когда играешь с более-менее профессиональным, а часто выдающимся каким-то ансамблем музыкантов. То есть, ну, все равно надо над чем-то работать, поэтому необходимо обсудить с дирижером то, что происходит в оркестре. А все дирижеры воспринимают адекватно, ну, не будем говорить критику, а, ну, вот, ваше пожелание? Ну, разные бывают. Вообще, они делают вид, что воспринимают. На самом деле, дирижер – это профессия такая немножко в хорошем, а иногда и в плохом смысле слова такая, вы знаете, эгоцентрическая все-таки. И это нормально, потому что если дирижер не будет ощущать себя движущей силой и центром всего, то, конечно, он не будет хорошим дирижером. Поэтому иногда что-то говоришь, они так вверх, в руки, в это я не уверен, что они запоминают. А есть люди более восприимчивые, тут зависит от человека все, конечно же. Но это относится не только к дирижеру, к любому партнеру по музицированию. Ну, вы, кстати, как-то писали тоже, что как только репетиция с оркестром, вы начинаете щупать орган, ну, не орган, простите, органистка, сразу говорю, орган, фортепиано, чтобы приспособиться. И тут же оркестр, там, габаисты, фаготисты играют свои пассажи, трудные места и не дают вам просто возможности услышать звук рояля. А бывал ли хоть один коллектив в мире, в ваших гастролях, которые вот так не делали? Нет, не бывает. Вы знаете, люди просто как-то об этом не думают. Они приходят так на работу и начинают что-то свое играть, повторять пассажи. Но это еще не самое плохое. Иногда они просто встают рядом с роялем и начинают очень громко разговаривать и смеяться. На самом деле это очень плохо, потому что, ну, смотрите, это их рабочее место, они туда приходят каждый день именно что-то на работу. Я не хочу сейчас преуменьшать их достоинства, называю все время это работой. Да, конечно, они тоже артисты, там, многие из них замечательные артисты, выдающиеся и так далее. Но они там каждый день. А для меня бывает так, что это просто единственная возможность ознакомиться с акустикой зала и с инструментом. И мне иногда дают на это просто, ну, совсем небольшое количество времени, особенно это касается, допустим, какого-то такого интенсивного гастрольного тура, где ты играешь каждый день в другом зале. Поэтому у вас можете действительно поиграть что-то самому, послушать то, что у тебя получается очень мало. А никого это абсолютно не интересует, поэтому у меня это иногда вызывает какое-то очень большое расстройство и даже и раздражение, или, я не знаю, просто фрустрацию какую-то. Ну вот, кстати, вы говорите, что посмотреть рояль. А вы являетесь эксклюзивным представителем фирмы Стэнвэй. И всегда ли вы должны играть только на этом рояле? Или когда в городе нет этого инструмента, то есть возможности на другом инструменте играть? Да, вы уже ответили на свой вопрос, совершенно верно. Я, на самом деле, никому ничего не должен абсолютно. Но формально в контракте там прописано, что если, например, на сцене в театре или в зале стоят несколько инструментов, то я должен буду выбрать обязательно играть на Стэнвэй. Но я скажу вам, опять же, по секрету, что никем никогда это не контролируется. Если Стэнвэй будет плохой, а, условно говоря, Безендорфер замечательный, то я все равно сыграю на том инструменте, на котором мне хочется сыграть, мне никто не будет приказывать. А какие программы вы больше предпочитаете? Сольные, фортепианные или с симфоническим оркестром сыграть? Вот если вам дадут выбор? Все-таки, вы знаете, сложный вопрос, конечно. Первый инстинкт такой ответить, вы знаете, это все часть музыки, так сказать, это не так важно. Ну, все-таки, наверное, несмотря на... Наверное, все-таки сольный, потому что можно больше всего сказать, разумеется, в сольной программе самому, как солисту, как музыканту. Меньше зависишь от своих партнеров, что тоже иногда хорошо, иногда это не имеет большого значения, но все-таки, наверное, сольный концерт показывает именно музыканта тот, кто из кто. Всегда нужно слушать сольный концерт, с первой нотой всегда ясно. Это сложнее, но если вдруг получается, это и прекраснее. Бывает, что вас приглашают сыграть два концерта. Один сольный, а второй с симфоническим оркестром. Да, довольно часто так бывает, да. Ну, это прекрасно. Ну, вот, знаете, я хотела бы вернуться немножко к вашей молодости, юности. Вы пример того, что не нужно давать ребенка в 4-5 лет ЦМШ для того, чтобы добиться больших успехов. Не нужно обязательно выиграть конкурс Чайковского, чтобы стать известным также и в России, и за рубежом. И вы пример того, что фактически, имея нормальное здоровое детство, после этого стали успешным музыкантом. Расскажите нашим слушателям немного, вот именно, где вы росли. То есть вы родились в Санкт-Петербурге, в то время еще в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. А что за глухая провинция, про которую вы писали, там, мельком упоминается в той же Википедии? Знаете, я никогда, на самом деле, сам не писал про глухую провинцию. Это написал дежурналист, по которому очень хотелось каких-то кромких таких выражений. Причем он должен был сдавать материал довольно быстро, и у нас была какая-то с ним очень судорожная переписка, где я должен очень много всего был исправить в его тексте. Что-то он исправил, что-то не исправил. Но я чувствовал, что он какие-то вещи не хотел исправить. Потому что, если бы он, наверное, поисправлял бы все, не пришлось его как-то понять, войти в его положение. Я даже не стал его критиковать за это, обижаться на него и так далее. Во-первых, потому что он использовал какие-то не мои выражения, а свои, и написал о глухой провинции, о которой, на самом деле, речи быть не могло. Это, с одной стороны. С другой стороны, я не имею ничего против глухой провинции. Если человек живет в глухой провинции, то, наверное, это не хуже, чем если бы он жил в столице. Другой вопрос, у него меньше каких-то возможностей для развития. Это другой вопрос. Но у него нет никакого какого-то снобского отношения к глухой провинции. Другой вопрос, что это просто не так. Фактологически это не так. Я родился в Санкт-Петербурге, вырос в Москве, поэтому тут, понимаете, может быть, в Санкт-Петербурге есть провинция по сравнению с Москвой. Это тема отдельного комического разговора. Но это все-таки не совсем правильно. То есть вы, кроме Санкт-Петербурга, и в Москве нигде не жили, получается. Может быть, это, конечно, и так. Но я не уверен, что... Ну, давайте скажем так. Если это и провинция, то они все-таки не глухая. Фантастически. Я лично. А начать с того, что вы сказали, что необязательно выигрывать конкурс Чайковского или начинать рано играть на инструменте. Может быть, вы правы, это необязательно, но есть такое слово желательно. То есть желательно, может быть, все-таки выиграть конкурс какой-то крупный, Чайковского или какой-то еще. Или, может быть, желательно начать играть на инструменте пораньше. Но вы правы, это необязательно. То есть нет того, что ты начал играть в 3-4 года, и тебе гарантировано потрясающее мастерство и великолепная карьера. И наоборот, что если ты начал на 5 лет позже... Ну, смотрите, мне сейчас сколько? Там 42 года, допустим. Да, если я начал в 5 лет, я бы играл к этому моменту 37 лет. А я начал, допустим, в 8, играю к этому моменту 35 лет. Я не вижу вообще никакой разницы. Вот сейчас я играю. Вот сейчас у меня, так сказать, за плечами 35 лет, в сидении за инструментом 38. Разницы никакой нет. Я думаю, что зависит тут абсолютно от каждого человека, от его индивидуальной способности к развитию, которая... Вот у каждого есть какой-то, допустим, потолок, предел. Вот у кого-то его как будто бы вообще нет. То есть человек может даже в старости доходить какие-то особые какие-то краски и совершенство своего мастерства каким-то только ему известным, непостижимым другим, допустим, людям образом. А у кого-то, так сказать, вот кто-то феноменально играет в 17-18 лет. Ну, буквально можно... Так вот слушаешь его, и кажется, что нечего добавить уже к этому, некуда идти, допустим, в смысле совершенства. И смотришь, слушаешь его более поздней записи, да, и кажется, что, допустим, он ничего не приобрел. Тут абсолютно у каждого свой путь. То же самое в плане того, когда начинать, как заниматься и так далее. Каждый находит что-то свое. Кто-то много играет гаммы, кто-то вообще не играет гаммы. Кто-то играет вместо гамм инвенции, люди Фуги Баха или Соната Моцарта, и у него, допустим, феноменальный пианизм после этого. А кто-то играет гамму, очень много у него тоже феноменальный пианизм. Допустим, кто-то играет и то, и другое, и у него нет феноменального пианизма, допустим, он довольно плохой, корявый. Ну, условно говоря. Поэтому тут такое дело. Как-то я думаю, что по большому счету тут система, она есть, конечно, система, но ее и нет. То есть я думаю, что в искусстве все определяется какими-то замечательными исключениями из правил. То есть взять каждого великого артиста, он будет, по большому счету, не совсем воплощением нормы, что ли. Мы прервемся на небольшую рекламную паузу и вернемся в студию. Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях прекрасный пианист Алексей Володин, представитель русской фортепианной школы. В то же время сейчас это пианист международного уровня и проживает в Мадриде. Вернемся к культурной среде после небольшой паузы. Мы продолжаем передачу «Культурная среда». У нас в гостях пианист Алексей Володин. Алексей, мы разговаривали о вашем детстве и сейчас, можно сказать, плавно переходим к консерваторскому периоду, минуя, правда, школу при Академии Гнисиных. Или это просто было… Я все время путаю. Расскажите, после того, как вы переехали в Петербург, где вы учились? Потом в средней специальной школе музыкальной имени Гнисиных, потом в консерватории, потом в аспирантуре. Да, кстати, у замечательного педагога Лисо Версаладзе, который недавно играл концерт здесь в Риге и давал также интервью по скайпу. Кстати, Алексей, вы играли хоть раз в Риге? Приезжали к нам? Да, один раз очень давно. Было дело, по-моему, в 2005 году, если не ошибаюсь. Вот ваша международная карьера началась после победы в ряде престижных конкурсов, и именно после победы конкурса Гезы Анды в Цюрихе в 2003 году. И вы говорили, что конкурс – это, в принципе, не лотерея, а именно как жизнь, что один победитель и очень много проигравших. Как много было конкурсов, то есть перечислены уйма конкурсов, которых вы победили. Я сама вас слушала на конкурсе имени Чайковского, в котором вы просто с вдохновением играли. Я только переехала в Москву, поступила в консерваторию, и для меня это было большим откровением, ваше выступление. И, конечно же, как для слушателя казалось крайне несправедливым то, что вы не победили. И вот вы как раз сами ответили в интервью о том, что действительно проигравших много, победителей мало. Как вы относились к неудачам в конкурсах? Наверняка их тоже было. То есть это не один конкурс, в котором вы не победили. Ну, смотрите, я бы тут не стал разделять на самом деле либо это лотерея, либо это жизнь. Я думаю, что жизнь – это такое очень сложное понятие, оно включает в себя, конечно же, и отчасти тоже понятие лотереи, но не только в том плане, что, допустим, ты должен был выиграть, а не выиграл, потому что все, допустим, плохие такие тебя не заметили, условно говоря. Но еще в том плане лотереи, что, конечно, у некоторых людей больше возможностей, у некоторых людей меньше возможностей. Кто-то родился, как написал наш журналист, в глухой провинции. То есть там очень много факторов, наверное, играет свою роль. Ну, постепенно с возрастом начинаешь понимать какие-то вещи и воспринимать вот сам фактор лотереи или сам фактор жизни довольно философски. И когда, допустим, у тебя случается какая-то конкурсная неудача, к этому нужно относиться тоже так, просто как к какому-то такому жизненному явлению. Если тебе сегодня не везет, это не значит, что тебе не повезет завтра. А если тебе не везет всегда, то тут уже, наверное, есть о чем задуматься. Мне так кажется. Потому что когда-то удача к человеку приходит, я так думаю. Если она не приходит, то опять же нужно посмотреть на это как-то реальное, правде в глаза, философски осмыслить и так далее. Но также есть слухи. Я, честно говоря, не уверен, что я ответил на ваш вопрос. Может быть, вы мне поможете в этом немножко. Вот я хочу немножечко с другой стороны подойти к этому вопросу. Что когда у вас фактически был взлет профессиональной карьеры и который перешел затем в стабильный профессиональный концертный график. То есть у вас концерты. То есть это уже не только последствия конкурса, но и также вы зарекомендовали себя как профессиональный музыкант. Но также очень много. Ну да, Елена, смотрите, извините, что я перебилась. Просто опять это говорит о том, что такое конкурс. Это возможность человека показать себя. Ты показываешь себя, тебя никто не знал. Вдруг, так сказать, ты играешь в какой-нибудь европейской или американской, российской, какой угодно столице. Потом на тебя могут обратить внимание концертные менеджеры. Что опять же не является гарантией какой-то большой карьеры. Я думаю, какие-то концерты. И потом Лидия смотрит на то, как ты себя проявляешь как музыкант, как солист. И есть ли ты успех у публики, ходит ли на тебя. Ну, в общем, тут очень много факторов. Сейчас нет смысла рассказывать это все по полкам. То есть у тебя есть возможность, условно говоря, задержаться на международной сцене или нет. Или, допустим, дела могут пойти, а могут не пойти. Вот если они пошли, то, так сказать, они пошли. Если нет, то тут уже опять, я не знаю, вправе ли человек говорить о лотерее, о том, что ему, допустим, не везет. То есть если жизнь тебе дает еще один шанс, еще один шанс, а тебе, допустим, не очень получается. Это как раз те случаи, когда феноменальные победы в конкурсах и затем ангажементы, а после этого мы не видим музыканта, не слышим его выступлений, ни записей. Такое часто бывает тоже, да. Часто тоже такое бывает. Очень многое зависит от того, как человек себя проявляет как личность, как музыкант, как, между прочим, какие-то человеческие свои качества. И многие люди очень конфликтны. Очень многие люди не умеют выстраивать свои отношения с людьми, с которыми не работают, с партнерами по сцене, с организаторами. Они могут быть прекрасными музыкантами, замечательными, но люди не хотят с ними работать. Это, в общем-то, надо это поймать. Тоже как факт, это мир, в котором мы живем. И только потому, что ты прекрасно играешь на инструменте, это еще не значит, что все будут так уж рады тебя видеть. То есть это бывает так, а бывает совсем не так. Поэтому тут очень много факторов. И тут выживает, как говорится, тот, кто выживает. Выживает тот, кто выживает, действительно. Ну, конечно, абсолютно. Абсолютно. Тут огромное значение имеет человеческие качества и качество характера. Да, также есть прецеденты, когда музыканты не играют ни в каких конкурсах, и тем не менее, также становятся известными и любимцами публики. Тот же Евгений Кейсин, пианист. И наверняка есть еще много представителей, которые не проходили конкурсы и не начинали жизнь с 4-5 лет, музыкальную жизнь. И тем не менее, их творческая карьера... Совершенно верно. Совершенно верно. Да, потому что у них без конкурса была возможность показать себя по одной или другой причине. И потом время показало, что люди хотят их слушать, а концертные организации хотят с ними работать. То есть это и то, и другое было. Поэтому им конкурсы были не нужны. А кому-то они были... То есть большему количеству людей они были нужны, но именно как, так сказать, трамплин. Часто ли у вас сейчас концерты в России? То есть в одном из интервью я прочитала, что, конечно, большая часть выступлений за рубежом, вы много путешествуете из одной точки мира в другую, но тем не менее не так много было концертов именно в России. В России есть концерты. В основном это Москва, Санкт-Петербург, потом я играю в Казань, играю в Новосибирске. В этом году планируется Екатеринбург, если, так сказать, коронавирус будет развиваться так, как мы хотим, чтобы он развивался, да? Или не развивался. Еще какие-то города должны быть. Но они есть в Владивостоке. В общем, игра много где. А то, что за рубежом концертов больше, наверное, это нормально, поскольку из стран разных просто больше, чем если социальности Россию и весь мир, то просто количество площадок несопоставимо. Поэтому, я думаю, процентное соотношение довольно правильное и здоровое. Но а не тянет на родину? Ну, знаете, ну тянет, конечно, но я, поскольку на родине бываю постоянно, это ведь мир очень сильно изменился. Мы живем сейчас не в 70-х, не в 80-х годах, когда про человека можно было сказать, что вот он уехал, допустим, жить на Запад, вот, собственно, как в Кашкеназе, например, или кто-то еще. Ну, вот, собственно, и все на этом, да? А сейчас я живу на Западе, но я в России бываю каждый месяц или играю, или просто так приезжаю. Поэтому какой-то ностальгии, естественно, нет, поскольку я все время там нахожусь. Поэтому, ну, тянет, но я люблю играть в Россию очень, как, собственно, и везде. Какой у вас самый любимый симфонический оркестр в России, с которым вам больше всего комфортно играть? Это сложный вопрос, поскольку я всегда, когда мне предстоит назвать какие-то имена, я боюсь забыть кого-то. Я очень, конечно же, и симфонический оркестр Мариинского театра, это тот коллектив, с которым я просто больше всего, наверное, говорил по количеству, и просто действительно очень много связывает. И российские национальные оркестры, и Светлановские госоркестры, мы их много, вы знаете, и я должен сказать, что уровень симфонического исполнительства в России очень сильно вырос все-таки. Сейчас прекрасно люди играют в оркестры, замечательно. И Симоновские оркестры, замечательные есть оркестры, и всегда с ними большая радость выступать. Если вернуться к вашим концертным программам, то в этом году отмечают юбилеи, мы отмечаем музыкальной общественности, 250 лет со дня рождения Бетховена, 180 лет со дня рождения Чайковского, и, конечно же, Бах, 335 лет. И как раз вы говорили о том, что хотели бы обратить внимание в вашем творчестве на произведение Баха, Моцарта и Бетховена. Удалось ли это воплотить? Отчасти. Вы знаете, то, что касается Бетховена, в моей жизни, в общем, каждый год был годом Бетховена, а вот общественность объявила именно этот год годом Бетховена, поэтому вот с одной стороны я как бы должен сделать что-то специальное, с другой стороны я это специально делаю каждый год, все играют, все сонаты и концерты, и вариации, и чего только, так сказать. Я не играл за свою жизнь, поэтому специально что-то в этом году делать для Бетховена лично мне не хотелось, тем более я, опять же, сыграл недавно все его концерты, и фантазию для фортепиано, хора, оркестра и так далее. Поэтому я именно на эту внешнюю какую-то атрибутику стараюсь не обращать особенного внимания, просто делаю то, что я делаю постоянно. Бетховен всегда присутствовал в моем репертуаре, это композитор, вообще, благодаря которому я стал, я считаю, музыкантом, поскольку это было первое громадное впечатление от музыки. Поэтому вот так. Кто касается Баха и Моцарта, для этого немножко нужно мне лично отодвинуть других композиторов и заняться только ими, поскольку все остальное очень сильно отвлекает от них. Удастся ли это или нет, я думаю, будущее покажет, поскольку сама жизнь показывает, что в будущем случаются какие-то сюрпризы, как, например, вот этот вынужденный отпуск. Это мы посмотрим. А что именно Баха или что именно Моцарта вам бы хотелось сыграть и уделить внимание? Ну, все что угодно. Вы знаете, я, когда обращаюсь к композитору, мне сразу хочется играть много, например, Баха, сыграть, опять же, восстановить те же самые Гольберг-вариации, либо выучить новую партии, то ли фуги. В общем, как-то, если мне интересен композитор, мне сразу хочется много сыграть. Если Моцарта хочется сыграть не одну сонату, а сразу несколько. Вот как-то вот так. А как вот вы говорите, с Бетховеном у вас особое отношение? Какая была первая соната или какое произведение, вариации, которую вы сыграли, которые вот именно влюбились в этого композитора? Лунная соната очень смешная, правда? Сколько вам было лет? Знаете, человек, который ничего не знает о классическом, это абсолютно, так сказать, такой банальный пример нормального любителя музыки, который ничего не знает о Бетховене, но знает лунную сонату, потом вдруг ее слышит. И вот так вот просто совершенно теряет голову от любви к музыке и просто не верит, как такое вообще возможно, что ты настолько прекрасный, волшебный мир, искусство перед тобой открывается. Как это? И вы знаете, это было со мной точно так же, но просто в отличие, может быть, от каких-то других людей, мне захотелось сразу, вот если человек написал такое, что он там еще написал, и узнать все 32 сонаты, все концерты, симфонии и так далее. И оказалось, что и симфонии тоже обладают такой же силой воздействия, иногда даже больше. И что это был за волшебник такой вообще, что это? Откуда это берется? А там и, оказывается, другие композиторы есть прекрасные. Ну, в общем, так оно одно за другое, в общем-то... Цепляется. Если бы вам сейчас предложили записать диск, какие бы это были произведения? Вот тут та же самая история. Мне интересно очень много. Я бы записал сразу три диска или четыре. Мне хотелось бы записать произведение русских композиторов, которые играл довольно много в последнее время. Мне хотелось бы записать и Шопена, еще один диск. У меня один есть, но я еще бы один записал. И Витховенский тоже, и Гайденовский. Ну, много чего. В голове есть планы, в общем-то, и репертуар есть. Осталось только это все осуществить. Я как-то мало проявлял интересы в звукозаписи, я небольшой фанат этого дела. Но, наверное, когда-то все-таки нужно это сделать. Хорошо, что вы напомнили. Для этого еще нужно идти время. Потому что это же нужно положить почти все концерты. Ну, не все, но тем не менее. Нужно, конечно. Но вообще в жизни приходится иногда преодолевать какие-то препятствия, принимать какие-то шаги. В этом ничего плохого нет. Найти период, позаниматься, подготовиться. Это хорошо. Почему бы нет? Может быть, когда-то так и сделаем. Хотела бы напомнить нашим радиослушателям, что у нас в гостях известный пианист Алексей Володин. И мой следующий вопрос. Мы в начале передачи разговаривали как раз о вашей программе, которая называется «Сказки». Напомните, что именно... То есть, входит Мэттнер, Стравинский, если я правильно помню. Да, я не помню, чтобы Стравинский был в этой программе. Хотя, кстати, опять же, хорошая идея. Можно что-то ведь из «Жар птицы» сыграть было бы в будущем, если опять захочется рассказывать людям сказки. Но это, конечно, да, начало все с идеи сыграть как можно больше. Ну, не то, что как можно больше, а составить первое деление из сказок Николая Мэттнера, один из самых моих любимых композиторов. 12 небольших произведений, больших, кстати, объединив в такой цикл. А потом к нему я уже добавил, что там было «Слами, Балакирю, восточная фантазия» и «Спящая красавица» Чайковского, Плетнева. Вот такая была программа, да. Ну, в первую очередь, ну, поскольку я такой уже метнарианец, понимаете, просто по факту. Я много очень готового композитора. Вот для меня это было, я бы сказал, просто поводом. Это название было просто поводом поиграть еще раз Мэттнера, ну и к нему присоединиться другие произведения, которые уже были в репертуаре к этому времени. И, надо сказать, опыт был довольно удачный, в том плане, что к Мэттнеру некоторые люди относятся как ко всему, то, что им не очень хорошо известно, с некоторой осторожностью, как это будет, не будет ли им это скучно, поскольку музыка мне известна. Ну вот, потом мне писали люди очень хорошие отзывы и были очень довольны, что открыли для себя эту музыку. Как раз спящую красавицу Исламея не слышат всю жизнь. Может быть, это даже некоторым не так уже интересно. Потому что концертные организаторы всегда хотят, чтобы продавалось что-то уже известно, и они боятся, что на известно не пойдут. И они отчасти правы. Но вот как раз жизнь показывает, что если не играешь что-то неизвестно, то люди потом бывают расстроены. Вот мы ждали, что вы это сыграете, а вы опять сыграли что-то такое известно. Поэтому как на это посмотреть? Такая была программа из сказок. А в такой программе сказки, что вы любили играть на бис? Потому что всегда концертирующим пианистам приходится играть бисы. Приходится. Вы знаете, у меня есть даже своя такая теория, что именно в бисах человек больше всего показывает то, к чему он склонен. Вот, так сказать, свою душу в каком-то смысле он раскрывает больше всего. То есть кто-то, например, начинает импровизировать на бис, кто-то играет джаз на бис, допустим, кто-то играет свои какие-то импровизации, кто-то, например, играет шампайна очень много на бис. Я не знаю, вот программа из программы, как говорится. Да, разумеется. А вот именно бисы показывают, что это были сокровенные. Ну, это я опять ушел от вопроса. Но я играл в прелюдии Рахманинова. Я играл в что-то. Я не помню, что. Наверное, разные шапанновские какие-то миниатюры. Но то, что, так сказать, лучше всего получается, то и нужно играть на бис. Мне так кажется. Поскольку это, между прочим, довольно ответственная часть программы. Чтобы не смазать, не испортить впечатление от концерта, нужно бисы выбирать довольно осторожно. И в плане качества, и в плане количества тоже, кстати. Вы их выбираете заранее или это спонтанно, после концерта, после реакции публики? Я стараюсь все-таки заранее. Хотя бывает так, что я проявляю какую-то ленность и вдруг забываю об этом подумать. И потом я сажусь за инструмент, и уже тишина в зале. Мне надо что-то играть. И это не очень приятный момент. Потому что я не продумал это заранее. Не позанимался, может быть, бесом так, как следовало бы им позаниматься. Но я стараюсь все-таки до такого не доводить. Во-вторых, да, вы правы, это зависит от реакции публики. В каких-то городах видно, что люди хотят слушать больше бесов, что им приятно. А в некоторых, допустим, в других городах, может быть, какие-то свои традиции. И, например, если ты говоришь в Люцерне, то людям нужно успеть обязательно. Причем тебя всегда предупреждают, что людям обязательно нужно успеть на поезд, который ходит в Цюрих. Что если ты собираешь один какой-то лишний бис, то они либо не успеют, либо они останутся на бисе с вежливостью и потом не успеют на поезд, либо они просто встанут. Я не знаю, что будет, но, в общем, я стараюсь даже не проверять. Я ужасно боюсь этого. И использую эту возможность как возможность работать меньше за те же деньги. Да, это интересно. Какой у вас любимый город, куда вы любите всегда возвращаться с концертами? Да, сейчас, кстати, я последнюю свою фразу откомментирую, чтобы меня неправильно не поняли люди, начнут работать в возможность меньше за те же деньги. Это не значит, что я такой меркантильный. Просто я считаю, что не надо никому ничего навязывать. Если люди показывают, что именно в данный момент им это не нужно, то нет такого, что ты должен обязательно сесть еще и показать себя, и что-то еще поиграть виртуозно или невиртуозно, или красиво. Нет, значит, нет. Я думаю, что тут нужно быть очень гибким к моменту какому-то. Нужно ли, чтобы в воздухе еще прозвучало какое-то произведение. Ведь иногда явно у человека ощущение, что уже все рассказано. Правда, и, допустим, с какого-то произведения даже, может быть, не нужно что-то добавлять еще. Я только это имел в виду. По поводу города. Нет, я не думаю, что у меня есть какой-то... Ну, наверное, есть, но их много. Многое. А один какой-то город трудно выделить. Дома, наверное, дома концерты самые ответственные, самые ответственные, самые приятные в каком-то смысле. В Москве, в Мадриде. Вот мои два любимого города. Ну, к ним тоже относятся и Амбастердам, и Вудапешт. И много городов, где меня давно уже знают. И поэтому большое счастье от этого поступать. Но их много. Нет, я, знаете, я все-таки стараюсь всегда больше думать о музыке, о программе, о том, в каком состоянии сейчас находится моя программа в профессиональном плане. А не то, что вот ехать туда и поиграть где-то. Это все-таки уже дело какое-то десятое для меня лично. На концертах в Москве к вам приходит. Послушайте вас. Ваш педагог Лисо Константина Наверсаладзе. Нет. Категорично. Нет, это не категорично. Это просто некогда. Это не категорично, но просто я ответил на ваш вопрос сейчас. Прямолинейно. Ну и очень честно. Ну а, кстати, расскажите немного о ваших годах обучения. Потому что вы учились пять лет сначала в консерватории, потом еще два года в аспирантуре у Лисо Константиновны. На что обращали внимание? Какой у вас был репертуар? Как развивались? Что было интересного? Да, это было очень сложно и очень интересно. И сложно совершенно не в плохом смысле, а в хорошем, поскольку Лисо Константина, она такой невероятно требовательный человек в профессиональном плане, что, так сказать, выполнять ее указания педагогические, это нужно, так сказать, очень много для этого заниматься. А как же иначе? То есть обучаться фортепианному любому искусству только так и возможно. О репертуаре тоже можно говорить очень долго. Сразу, когда к ней попадаешь, в первый год она задает тебе очень много произведений. Ты обязан выучить 10 или 12 прелюдий Фукбаха. Большое количество этюдов, большое количество фортепианных концертов. То есть набирать репертуар довольно быстро. При этом не просто набирать репертуар. Брать не только количеством, это было бы неправильно, но еще и качеством, разумеется. То есть ты приносишь эти произведения и начинается такое настоящее обучение профессиональное, очень серьезное, очень строгое. Но это правильно, это прекрасно, это надо пройти через это все, разумеется. Вас можно назвать пианистом-универсалом. То есть вы играете и Бетховена, и Рахманинова, и Мэтнера, и Моцарта. То есть это композиторы совершенно разной стилистики. А тем не менее, это сразу пришел такой универсализм, космополитизм? Или все-таки пока вы учились в консерватории, можно было назвать, что у него лучше получается Рахманов, у него лучше получается Шопен. И у многих сохраняется такая приверженность к тому или иному композитору. Как у вас это было? Да вы знаете, это свойство натуры, мне кажется. Это все идет от любви к музыке и только от этого, только от этой любви. Вот это изначально, как я любил Бетховена, ничуть не меньше, чем я любил русскую музыку. Хотя вот я, так сказать, русский человек, но я не могу сказать, что мне вот какая-то музыка, допустим, ближе, а какая-то мне более чужда. То есть я вижу, допустим, в некоторых странах Центральной Европы такое, в общем, отношение к русской музыке, что она немножко все-таки на заднем плане, допустим, в целом. Опять же, всегда будем говорить в целом, чтобы не впадать в эту ошибку. Говорить, что всегда, все, только и так далее. Допустим, в Германии или во Франции все-таки они больше ценят свое национальное искусство, которое, разумеется, у них огромное и прекрасное, это понятно. Но в России, к счастью, этого нет. У нас любовь к Бетховену и к винским классикам, она прививается в такой же степени, как к нашей национальной музыке, к Ахмальну, Чайковскому и так далее. Это я так просто символические примеры называю. Поэтому мне это все было близко изначально, как-то во мне это все живет абсолютно, так сказать, органично. И всегда. И мне нравится и то, и другое поиграть. Мне интересно и то, и другое поиграть. Поэтому, а что у меня получается лучше решать слушателю? Мне лично самому кажется, что в одинаковой степени получается. Хорошо или плохо, я этого не говорил, разумеется, не буду говорить, но мне кажется, что в одинаковой степени получается. А там уж люди решат. Какие у вас отношения с современной музыкой? Я немножко потерял сейчас с вами связь. Да. Какие у вас отношения с современной музыкой? С современной музыкой у меня хорошие отношения. Я никогда стараюсь не разделять современную музыку и классическую музыку. Для меня это все, так сказать, часть одной, если так можно выразиться. Ну не субстанции, но вот чего-то, так сказать, вот одного, вот это искусство. Просто я думаю, что композиторы, которые когда-то были современными в свое время, в 19 веке, в начале 20-го, которых мы сейчас не знаем, вот у них тоже не удалось, может быть, им по большому счету выдержать испытания временем, хотя находятся сейчас любители выискать что-то редко исполняемое, как им кажется, незаслуженно забытое и так далее. То же самое касается композиторов, которые творят в наше время. Я думаю, что им предстоит пройти вот этот очень сложный, я не завидую, я очень с большим сочувствием отношусь к ним. Очень сложный путь и выдержать, либо не выдержать испытания временем, поэтому среди них есть выдающиеся композиторы и невыдающиеся композиторы. Я не считаю себя большим знатоком современной музыки. То, что я слышу сейчас, мне может быть что-то ближе, мне может быть менее близко, но у меня, может быть, тут опять же какой-то консерватизм мой, он играет свою роль, не вызывает огромного желания срочно играть, допустим, не только этого композитора, но большое количество этого композитора, хотя мне что-то может отдельно нравиться у многих людей. Но фигуры, допустим, подобные Рахманинову или Прокофьеву я пока не вижу, но опять же это ни о чем не говорит, я не являюсь истинной в последней инстанции, и, допустим, это не так уж важно, что я вижу или не вижу. Но, опять же, отвечая на ваш вопрос окончательно, просто вот посмотрите на мои программы, в них не видно современно композитора, хотя знать, что просто я не нашел для себя чего-то такого. Хотя отдельные вещи были, я играл Капустина, что-то играл Шнитке, что-то, Шедрина, может быть, еще что-то, но это, опять же, все-таки скучей не справил. Рахманина все равно играется больше пока что. Композиторы, которых вы перечислили, уже стали, можно сказать, такими академическими классиками. Дорогие друзья, к сожалению, наша программа подходит к концу, и у нас в гостях был замечательный пианист, выдающийся пианист современности Алексей Володин, представитель русской фортепианной школы, которого в Европе окрестили как представитель романтического пианизма, ученик Иллисовер Саладзе, победитель многих международных конкурсов. Мы очень надеемся, что Алексей приедет с гастролями к нам в Ригу, и мы с ним познакомимся не только в эфире нашей передачи, культурная среда, радио «Болтком», но и послушаем его прекрасную игру. Алексей, мы вас, конечно, будем очень ждать. Благодарим вас за интервью. До новых встреч. До свидания. Хорошо, спасибо. Я был очень рад с вами поговорить. Спасибо. Всего хорошего.